целый вечер я начинаю с полива в кумбу отсутствие конечно стационарного автоматического полива очень сильно усложняет мне жизнь тем более сейчас в жару но ничего мы берем леечку в руки и получается у нас такой вечерний деревенский фитнес полезно и приятно вливаю все клумбы основную большую и несколько маленьких которые у нас расположены по всему периметру двора также как и на огороде конечно земля в клумбах очень быстро пересыхает и растениям довольно-таки тяжело справляться с такой засухой и сегодня все-таки после полива я решила заняться еще одним видом вечернего фитнеса вечернего деревенского фитнеса я все-таки решила немножко потяпать траву в моей тыкве абсолютно без фанатизма не до голой земли естественно всю стяпаную траву я буду оставлять тут же чтобы она хоть как-то прикрывала землю вообще категорически люблю не полоть не тяпать именно по такой сухой земле которая у нас просто как камень как пыль я считаю это вполне бесполезным занятием полоть тяпать рыхлить лучше конечно же немного влажной земле тогда это и приносит пользу для растений и доставляет больше удовольствия мне в ходе такого фитнеса ни одна тыква не пострадала хотя и очень довольно сложно было разглядеть в траве да еще плюс уже был вечер я немножко устала но все таки вся тыква цела и на месте чего конечно нельзя сказать о укропе который вырос самосевом в этой траве его я конечно же подскосила немножко ну и так же у меня там ближе к забору растет кукуруза вышла она конечно плохо хотя семян было очень много сажал одновременно на рассаду в кассеты и сразу в землю вот та что была у меня в кассетах кукуруза она конечно вышла замечательно вся стоит щеткой я уж давно высадила в грунт ну а это русского вышло очень плохо ну и плюс я немножко ее скосила там же у меня в траве дикорастущий подсолнух который вышел самосевом его это уже оставила не стала убирать он совершенно не мешает плюс еще будет небольшая польза завершение хорошего плодотворного дня я решила посидеть у костра утолить жажду компотом своим собственного приготовления которым мы закрывали в прошлом году это сорти там ежевика смородина очень вкусный компот и хорошо утоляет жажду очень хорошо так вечерком посидеть на природе посмотреть на костер позалипать разгрузить голову разгрузить мысли расслабиться вообще-то на огонь можно смотреть конечно вечно на огонь на то как течет вода и как кто-то работает пока я отдыхаю и залипаю на костер саша занимается своими делами он подготавливает наш дом занимается его обустройством но и тут же с нами вышли погулять наши любимые питомцы конечно куда же без них наши собаки любимые очень любят проводить с нами время особенно когда мы жарим шашлыки тут конечно им очень нравится очень весело а вот на шамбек очка тоже любит с нами гулять собаками выходит наравне одну и естественно не отпускаем ну а так когда мы все вместе гуляем или находимся на улице только под нашим просмотром все-таки мы за нее беспокоимся может куда-то уйти не дай бог нахвататься клещей или кого-то еще то есть мы всегда после прогулки и осматриваем все ли хорошо все ли в порядке всегда контролируем именно в такие моменты в такие вечера понимаю что до 5 лет назад сделали действительно правильный выбор как здорово что мы смогли выбраться из этих рамок из бетонной коробки клетки и переехать жить в деревню что мы ничего не испугались на самом деле это не страшно а даже наоборот намного веселее намного приятнее и не не так уж и сложно как может показаться намного больше плюсов я очень рада что все таки мы до переехали жить в деревню и день завершаем просто шикарнейшим закатом и